Здравствуйте. Билл Питерс, главный тренер автомобиля, с нами на связи. Пожалуйста, комментарии по прошедшему матчу. Второй период, как мы говорили в предыдущем матча, был немного болен для нас. Сегодня наш второй период был очень хорошо. И, пожалуйста, вопросы. Изначально не забываем представляться. Здравствуйте. Азамар Шулаков, Медиакорсеть. Есть ли у игроков автомобилиста проблемы с концентрацией? Последние три матча приходилось догонять соперника или потеряли преимущество? А сегодня хоть и выиграли, но, во-первых, у молодежного довольно-таки состава, а, во-вторых, было очень много удалений. Спасибо. Ну, вы знаете, мы должны посмотреть на какие-то пеналлы. Некоторые пеналлы в третьей периоде я обязательно хочу посмотреть. И, конечно, это про позитивную позицию и делать хорошие вещи. И, если человек должен подходить на тебя, то надо держать на место. Мы обязательно должны посмотреть, и я буду обеспечивать это. Ну, по поводу этих удалений и проблем с дисциплиной, нужно будет посмотреть все эти моменты и сделать выводы. Потому что, ну, удаление, так сказать, удаление рознь, это были такие моменты с контактами тело в тело, где-то клюшку не до конца положили, поставили на лёд. Мелочи всё решают. Поэтому не сказал бы, что это прям проблемы такие с концентрацией были. Это, скорее всего, ну, конкретные моменты, и нужно будет их разобрать. Владимир Вакулин, Континентальная Хоккейная Лига. Вопрос Билла Питерса. Билл, сегодня у вас не было Арзамасцева, не было Бодрова. Понятно, что этих игроков действительно не хватает сейчас автомобилисту. Как скоро вообще ждать их возвращения на лёд? Да, я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Матсава будет немного времени. Это отличная возможность для других игроков, чтобы собрать стополь в лёд и solidировать свой место на команде. Так что каждый команда будет продолжать это, особенно с последствиями, которые мы имеем в этом году. Мы продолжаем это немного на задней стороне. И вы видите, что некоторые задачи, которые мы дали, и некоторые пеналитики, которые мы принимаем. И мы хотим быть более чем-то противно. И я думаю, что мы будем. У нас есть время для развития. Пораньше сможет вернуться в строй. Но, с другой стороны, сейчас, как вы знаете, в этом сезоне многие команды проходят через такие испытания, когда многие игроки не могут выходить на лёд. Да, из-за этой ротации мы можем просмотреть других игроков, как все смотрятся в защите, как взаимодействуют друг с другом. Конечно, может быть, поэтому мы пропускаем какие-то голы, получаем какие-то удаления. Но мы сможем стать лучше как команда, лучше защищаться командой. И все это пойдет нам в итоге на пользу. Алексей Горюнов, Московский комсомолец. Митр Фитерс, успокоит ли вас сегодня тот факт, что ваша команда в формате 5 на 5 впереди практически ничего не создала в равных составах? Мы не были. Мы 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 были. Я бы сказал так, что у нас были моменты, когда мы играли 5 на 5. Но когда игра решена в спецбригадах, тут уже не стоит смотреть на игру в равных составах, что нам не удалось забить. Самый главный результат. И как мы его добились, не настолько важно. в каких составах. При какой игре. При какой игре. Денис Таипов. Горобзор. Ру. Сегодня Салал Дивайв практически полным резервным составом вышел. Лично вам не обидно, что так произошло, потому что был шанс проверить свою силу в игре с одним из лидеров Восточной Конференции. Спасибо. Спасибо. Ру. 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 Руи- at least на cave. Их хотел другаяlerin, песню. Руier into свои вещи. Легığın,atz ossички. Знаешь, во всем Setting, harmed. Видли тротуу, а есть wrong. Руще сейчас, на этом время. В нем fossil cерCикатая уверена, всё будет своими surroundingsом. Я вернусь на вас. И это мир, в которой мы живем сейчас. В такой ситуации, когда могут проверить ближайший резерв и сделать выводы по поводу составов на сезон. У нас в зале вопросов больше нет, но пользователь с ником Павел56 хочет задать какой-то вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер, мистер Питерс. Вопрос от Известий следующий. Про игрок раз в большинстве. Много ребят, которые выходят в спецбригадах и в прошлом году там играли. Сейчас у команды уже больше 30% показателя реализации в PowerPlay. Много ли вы добавили своего, многое пришлось менять для игры в большинстве. И вообще, в чем ваша концепция именно игры, когда играете 5 на 4, 5 на 5. Ой, 5 на 3, спасибо. Ну, мы, конечно, в любом случае, PowerPlay's having some successors, various elements come into play. Мы, конечно, очень skilled players, и, конечно, я думаю, Павел, он, в своем университете, с партнерами, которые он у нас у нас есть, у нас есть множественные опции, и он один из самых умных игроков, из-за, you know, probably the history of the game, right, with and without the puck. And he's doing a good job on the PowerPlay. And then the Holland unit is starting to come on a little bit, and Masic's starting to feel it a little. And, you know, on that unit, we've got a left-handed guy and a right-handed guy, and they're winning face-offs, and we're spending some time in the offensive zone. So, anytime you can start in the offensive zone, win that first initial draw, and apply some pressure, you're going to be better off, and we've done that. Our first-time execution on breakouts has been good here recently, and, you know, again, we think that's an area that we can continue to get better at, and we'll continue to work on it when the time is right in practice. We're very good players in the league, like Paul Daçu, who shows a great game from matcha in matcha, and he's a player in our game in the most part. He's doing a great amount of work, but also Peter Holland is now, so to speak, after the season, we've missed the season. Masic starts to feel better. It's a lot better, but it's the most important aspect of the game. It's the most important thing to win in the outside zone, to lock the opponent, to try to do the changes, not to push the ball for the green line. And we'll continue to work on this, and we'll continue to work on this component and in the future. Thank you very much. We have no more questions. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good evening, Николай Леонидович. You hear us? You hear me too? Yes, yes, yes. Please, comments on the past matcha. The time of the role of the leader of the club of Salatulay, Nikolai Tsvogin. Well, it was a very emotional for our young people. We won the team. We really enjoyed it. We all played in the world. We were only 5-5, with a lot of motivation. They created moments. They created moments. We unfortunately don't couldn't use them. No problem. претензий и вопросов к ребятам нет. Очень здорово игру провели именно 5 на 5. И, к сожалению, не получилось меньшинство. Здесь как раз мастерство и опыт автомобилиста сказался, и они смогли забить голы. Здравствуйте, Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Как правильно реагировать на ту ситуацию, в которой оказался Салават, когда есть проблемы с составом? Был ли у вас заранее припасенный какой-то план, может быть, игру прощать в каких-то ситуациях? Кто-то в этом будет? Ну, наш припасенный план сейчас – это ребята молодые, которые играют, которые отдаются полностью, потому что эта ситуация такая для всех сейчас новая, но она происходит со всеми командами, с кем-то это было на предсезонке, с кем-то сейчас, с кем-то будет в будущем. Поэтому здесь только рассчитывать именно на ребят вот этих, которые есть молодые, и на их отдачу. Баранов сегодня пару раз очень уверенно входил в зону, один раз даже клюшку одной рукой держал. Вам не кажется, что ему стоит чаще проявлять инициативу, и тогда к нему голы придут? Вы-то чего не просите? Ну, естественно, любой нападающий, который будет идти активно, идти на ворота, бросать и хорошо двигаться, вылазить, угрожать, к нему придут голы. Поэтому я думаю, что Илья тоже это понимает и старается сейчас это делать. И я думаю, что все будет. Вы обращаете внимание на то, что когда вашу фамилию объявляют перед игрой болельщики, вам аплодируют больше всех? Спасибо. Я очень благодарен за это, если это так, потому что, к сожалению, я как бы сегодня, ну, не знаю, больше в игре был, не слышал, но я очень благодарен. И также хотел громадное сказать болельщикам по сегодняшней игре, потому что реально при счете 0-4 весь стадион поддерживал этих молодых мальчишек, гнал их вперед. И они, я думаю, что своей самодачей все равно показали, что они не безразличны и выкладывались полностью, отдавая все силы на игре. Владимир Бакулин, Констинентальная хоккейная лига. Николай Леонидович, кто все-таки сейчас ближе всего к возвращению из основы слова? Ну, честно сказать, очень сложно, потому что сегодня мы сдали все тесты с утра. Те, кто ребята болели, они сдали попозже. И, к сожалению, результат будет только извезен уже ближе к утру. Поэтому все зависит от тех тестов, которые будут сделаны. И второй вопрос. Была информация, что Елизарова вызвали в Салават и Лаев. Почему все-таки он не сыграл сегодня? Да, он находится сейчас в расположении команды. С ними тренировался с утра. То есть его время придет. И, может быть, даже в следующей игре он уже сыграет. Николай Леонидович, сегодня показалось, что бы хватило немножко просто лидера команды, какого-то более опытного, который, может быть, забил бы пораньше и повел на свою команду, тогда по-другому сложилась игра. Согласны? Ну да, к сожалению, да. То есть, как было в предыдущих играх, было очень много молодежи. У нас были и Сошников, и Маннинин. И вместе с молодежью они выходили на большинство, реализовывали это большинство. И с Кугрушевым получались голы, за счет которых придавали эмоции, опять же, этим молодым ребятам. Мы были всегда в игре и, в конце концов, выигрывали. Сегодня чуть-чуть не хватило вот этих голов в первом периоде, когда у нас были шансы 5 на 3, 5 на 4 забить для того, чтобы остаться в игре полностью. Хотя, еще раз повторюсь, что 5 на 5 ребята были в игре от первой до последней секунды. Ну, сейчас, в ближайшее время, мы не увидим тех ребят, которых вы упомянули, да, которые видели за собой. На ваш взгляд, кто из молодых ребят может у себя взять эту роль? Ну, сейчас, в принципе, я скажу так, что у нас роль это вакантная, и каждый, кто выходит на лед, должен быть лидером, и тогда у нас будет команда лидеров. Поэтому кого-то одного выделять сейчас не хочется. Я думаю, что ребята все понимают и с правильным отношением сейчас к этому относятся, и что они все, кто 20 человек плюс 2 в артаря выходят на лед, они все могут быть лидерами. Все зависит от их самоодачи. Денис Тайпов, город Газур, Николай Ильич, здравствуйте. Какие чувства вы испытали, когда узнали, что вновь будет тебе исполнять обязанности главного тренера, и какие эмоции были во время матча? Мы понимаем, что это совершенно другая работа, это уже не работа помощника. Ну, знаете, как сказать, мы, в принципе, все работаем на Салават Юлаев, все делаем для того, чтобы команда выигрывала, и по идее, мои обязанности, как были в предыдущих матчах, я работал с защитниками, то есть их выпускал, налет менял, то же самое и в этом матче. Понятно, что просто больше ответственности, еще раз больше ответственности, потому что сейчас все принятые решения зависят только от меня. Такой вопрос уже говорили про Елизарова. Вот объясните, пожалуйста, кто занимается тем, что вызывает в основной состав команды, игроков из системы, просто не совсем понятны некоторые личности. Вот тот же Елизаров, например, он по-прежнему сидит и не сыграл за Салават, хотя лучший защитник команды в МХЛ, а Чистяков, которого год назад обменяли, он уже один из лидеров обороны «Авангард». Ну, сложно сказать. Тут сложно сказать. Каждый по-своему развивается, поэтому на данный момент Елизарова вызвали в команду, сегодня он утром приехал, и я, как еще раз повторюсь, что, скорее всего, в следующий матч он будет играть. И последний вопрос. Почему вы не сделали замену вратаря, пришелся 0-3, 0-4? Казалось, что практически это как раз третий номер, потому что на переселонке мы видели его игру. Спасибо. Ну, сегодня как бы решили все-таки дать доиграть Скрыннику, потому что ему тоже набираться на ближайшие игры надо будет этого опыта КХЛовского, и поэтому все-таки решили, что сегодня должен доиграть игру он. Олег Чернов, Топкор 02. Вопрос по удалению. Какие-нибудь санкции будут? Потому что, ну, понятно, было там случайное удаление, когда клюшка там высоко полетела, но были и удаления глупые. Как это объяснить вообще, и что с игроками делать, которые... Потому что мы из-за удаления же проиграли, по факту. Ну, по факту, да. Но все удаления, как бы, да, правильно сказали, где-то они были, может быть, неглупые, но они были из-за нехватки опыта, потому что два раза там было попадали клюшкой, выбивали шайбу, попадали в коньки. Один раз была высоко поднятая, там один раз борьба на пятаке. Ну, такой пограничный момент, пограничный момент. Поэтому именно таких, как сказать, что совсем неоправданных удалений были они в связи с тем, что неправильно выполняли какие-то действия, а не из-за того, что были какие-то эмоции, и они как бы забывали, ребята, про команду и удалялись. Николай Леонидович, спасибо вам большое. Вопросов у нас больше нет. Спасибо большое. До свидания. Коллеги, сейчас на ваши вопросы готовы будут ответить защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Алексей Василевский и нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Михаил Назаров. Прошу. Вот, держи, одевай. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Михаил. Ну, для начала, если можно, ваши комментарии по прошедшему матчу. Ну, начали довольно-таки скованно, много удалялись. Хорошо, что выстояли в первом периоде, потом переломили и начали сами зарабатывать, удаление. Хорошая реализация была, ну и довели матч, в принципе, до победы. Хорошо сыграли в меньшинстве, и в большинстве это принесло нам победу. Да, сегодня бригады у нас, и меньшинство, и большинство сыграли главную роль и принесли нам победу. Спасибо за комментарии. Вопросы не забываем представляться, пожалуйста, коллеги. Добрый вечер. Азамар Шевуков, Медиа Корсей. Алексей, вам первый вопрос. Сегодня у Салавата было много своих воспитанников. Вы тоже уфимец. Можете кого-то выделить у соперника именно из молодых ребят? Может быть, кого-то знаете лично? Еще раз повторите, пожалуйста. Вначале я не услышал. Это тоже лак какой-то был. У соперника было много молодых ребят. Повторите вопрос, пожалуйста. Не устойчиво. У Салавата было много молодежи в составе. Можете выделить кого-то по мастерству, например? По мастерству? Да не все молодцы. По мастерству Родиона Миров. Вот. Выделю. Я знаю, что у него в начале октября будет драфт НХЛ. Он котируется под высоким номером. Желаю ему удачи, чтобы выбрали как можно его выше. Да, он молодец. Он трудолюбивый парень. Я его хорошо знаю. Я вот выделю его. Ну, второй вопрос, вы, наверное, уже догадываетесь, какой он будет. Не про матч. Да, я был готов к этим вопросам. Вот, готов ответ. Ну, один вопрос давайте я отвечу по нему. Кубок Стэнли вашего брата. А что здесь сказать, я рад, как и наши родители. Андрей молодец. Он долго к этому шел. Вот. Он молодец. И он работяга настоящий. И он по праву заслужил. Этот профей. Я его искренне поздравляю. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Алексей, вы сказали один вопрос, но вопрос не прозвучал, поэтому можно один вопрос все-таки задать. Первое, что вы сказали, когда позвонили своему брату. Какие были слова, помимо поздравлений? Это он мне позвонил, а не я ему. Это он мне позвонил. С площадки. Показал кубок. Был очень рад. Я поздравил его, да? Что здесь можно сказать? Только поздравил. Давайте вопросы по игре. Владимир Бакулин, контентальная хоккейная лига. Алексей, вам вопрос. Вот эти все-таки последние неудачи автомобилиста, с чем связываете? Три поражения было до сегодняшнего дня. С чем связываем, да? Не знаю, забиваем много, пропускаем тоже много. Ну, не знаю, просто не везло, наверное. Ну, соперника все залетало. Просто не везение. Спасибо. Алексей Горенов, Московский комсомольец. Ну, вопрос, наверное, к обоим. Сегодня не очень много в равных составах в атаке получалось. В принципе, не так много вперед ходили. Это все-таки была трейдерская установка или от игры соперника оттолки? Что-то не так много. Да, повтори, пожалуйста. В равных составах 5 на 5 не так уж много. Атаковали не так уж много получалось. В атаке. Нет, ну, как-то по игре так получалось, что как-то наши эмоции перехлестывали и вдаление от этого шли. Ну, я повторюсь, что хорошо наша команда сыграла и так в неравных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Никакая там, не знаю, не установка, ничего. Просто так обе команды эмоционально играли. Да, сегодня так получилось, что и у Салавата удаление, и у нас удаление. Поэтому зрителям понравилось сегодняшний матч. Спасибо, Алексей. Спасибо, Михаил. Вопросов у нас больше нет. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Шакир. Вы нас слышите? Да, все хорошо. Да, слышно. Ну, для начала итоги встречи подведите, пожалуйста. Ну, такая интересная игра сегодня получилась. Много удалений. Ну, с нашей стороны, мне кажется, игра 5 на 5 нам, в принципе, неплохо удавалась, но подвели удаление. Вот, пропустили много шайб, но я считаю, что это может быть на эмоции. Много ребят, молодых у нас играет сейчас эти игры, для кого-то первые игры на таком уровне. Ну, я считаю, это нормально. Надо двигаться вперед. Такая ситуация, ничего страшного. Ну, соглашусь, наверное, потому что сегодня было много ненужных удалений. У команд соперника есть достаточно большое количество мастеров и игроков, которые в большинстве себя хорошо проявили. По игре 5 на 5, наверное, скажу то, что мы ничем не уступали. В третьем периоде не было удалений, насколько я помню, и период выиграли 1-0. То есть, слово нужно меньше удаляться. Алексей Горюнов, Московский комсомолец. Вопрос к Евгению. Осталось буквально там по пальцам одной руки можно пересчитать опытных игроков в составе. Насколько сложно все-таки, ну, получается, за себя и за того парня играть? То есть, приходится и за молодыми следить, помогать, и свою работу выполнять? Насколько увеличился, скажем так, объем работы? Да, в принципе, это несложно. Это такая жизнь, можно сказать, такая ситуация у нас. Ничего страшного, наоборот. Мне кажется, сейчас для многих молодых игроков, кто появился у нас в команде, это большой шанс. И надо реализовывать. Ну, для них это, мне кажется, здорово получить такой шанс. Для нас, мы выполняем свою работу, мы обязаны, я считаю, помочь всем ребятам влиться в коллектив и играть, чтобы у них не болела голова там, не знаю, чтобы они не переживали, не волновались, не думали ни о чем, а просто играли. Владимир Бакулин, Континентальная хоккейная лига. Вопрос Шакира Мухаммадулина. Шакира, вы достаточно уверенно, результативно играете в нынешнем сезоне. Что вот сейчас от вас требуют тренеры в первую очередь? Наверное, в первую очередь, хорошо играть в обороне. Первая, наверное, моя задача, это доказать то, что я не могу не проигрывать борьбу, могу завоевать доверие тренеров. Что касается очков, наверное, то они, если честно говоря, за ними никто, наверное, сейчас не следит, наши ситуации. И нужно, наверное, больше пользу команде, чем очков набирать. И как получилось, так и получается на данный момент. Денис Таипов, Горобзор.ру. Вопрос Евгению Бирюкову. Евгений, ну очень много молодых, действительно. Вы перед матчем в раздевалке как-то там общаетесь, отдельно настраиваете, помимо тренерского штаба. Опытных игроков осталось не так много, но опыт у них колоссальный. Ну, конечно, у нас в раздевалке идет живое общение, это нормально, и мы подсказываем всем ребятам, стараемся сделать лучшую обстановку. Но в этом плане у нас вообще проблем нет, хорошее общение, здорово. Ну, мы выполняем свою работу, еще раз повторюсь, что мы помогаем, разговариваем, какие-то моменты, не знаю, подсказываем ребятам. Это рабочий процесс. Вопрос, наверное, обоим хоккеистам. Нет никакого такого панического настроения, и из-за того, что многие игроки заболевают, сегодня проиграли 1-4, и вы лично не боитесь заболеть коронавирусом? Спасибо. Вот такая ситуация, в принципе, в стране, и, не знаю, заразиться может не только хоккеист, не дай бог, конечно, любой человек, но такая ситуация сейчас складывается не только у нас в команде, но и в других клубах. Ну, надо держаться и, не знаю, выкарабкиваться все вместе из этой ситуации. Конечно, плохо то, что много игроков единочасно, можно сказать, заболели, но все в одинаковых условиях. Это не уберешь, не уберегешь себя, мне кажется. Конечно, все стараются соблюдать правила, но такая ситуация. Ну, еще вопрос шокирую. Где все-таки полезнее, на ваш взгляд, когда команда, в основном все опытные игроки, да, и с ними больше опыта получаете, или вот сейчас, когда все ребята знакомые, там, по толпару, да, в школе, и больше со сверстниками? Да, наверное, и в той, и в другой ситуации, более набираясь опыта, так как я, ну, на сегодняшний день в команде соперников, там, единицы, наверное, заболевших были, если они были, то есть, играя против таких игроков, там, много именитых фамилий, именно, наверное, я считаю, в этом моменте я набираюсь опыта, учусь чему-то. Да, безусловно, наверное, спокойнее играть, когда в команде больше молодых, но нужно привыкать уже с раннего возраста, играть уже с партнерами, там, которые постарше тебя, поопытнее, то есть, и все зависит от психологии. Спасибо. Спасибо, ребята, вопросов у нас больше нет. Удачи. Спасибо. Спасибо.